Рада приветствовать всех, кто решил продолжить трудиться на ниве продвижения своих сообществ или групп в социальных сетях. И в этом небольшом видео мы поговорим о том, как правильно публиковать посты в соцсетях так, чтобы это помогало продвижению бренда. Но сейчас я начну немного издалека и, возможно, многим напомню, для чего и как создавали социальные сети. На самом деле все знают о том, что некто Марк Цукенберг придумал социальную сеть Facebook для того, чтобы студенты его университета могли друг с другом общаться, обмениваться какими-то интересными новостями, публиковать какую-то интересную друг для друга информацию. И потом, чтобы это переходило в игровую форму своеобразного соревнования, когда чей-то пост становился наиболее популярным. Постепенно это стало действительно интересным, начало захватывать еще больше людей уже из других университетов, в основном это была молодежь. Но сейчас мы видим, что социальные сети стали просто частью нашей жизни. И это, в общем-то, закономерно и понятно, потому что социальная сеть в виртуальном пространстве – это модель нашего общества. Пусть даже электронная, виртуальная. Но так уж случилось, что мы все окружены гаджетами и сейчас без социальной сети, в общем-то, не каждый может обойтись. Хорошо это или плохо мы сейчас обсуждать не будем. В общем, это факт, который сейчас имеет место. И, естественно, этим не могли воспользоваться те, кого зовут маркетологами, для того, чтобы иметь возможность донести информацию о каких-то товарах, услугах тех или иных компаний до, скажем так, населения, до сообщества, до тех людей, которые значительную часть времени проводят в сети интернет и делятся той или иной информацией в интернете посредством социальных сетей. И таким образом сейчас стало модным говорить о продвижении брендов, каких-то торговых марок, тех или иных товаров, услуг, для того, чтобы происходило так называемое брендирование или узнаваемость. Не будем говорить о законах рынка, но, тем не менее, наверное, каждый согласится с тем, что мы запоминаем те или иные вещи и потом на принципе узнаваемости, например, мы знаем ту или иную торговую марку и предпочитаем товары этой торговой марки. Не важно, как это произошло, это пока еще действует именно так. И мы поговорим о том, все-таки, хоть слово может быть и не очень красивый и благозвучный бренд, но пока им пользуются, я его тоже употребляю. Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы наши сообщества, наши группы в соцсетях были максимально эффективны и полезны для тех людей, для которых, собственно, мы их и создавали. Ну, а группы в соцсетях тоже, надо сказать, это не что иное, как небольшие такие или достаточно большие сообщества, которые объединяют людей с какими-то общими интересами. В общем-то, тоже та же самая модель нашего общественного устройства. И если мы хотим, чтобы в наше сообщество вливалось больше участников, ищем близких по духу людей или по интересам, то, соответственно, если мы создаем такое сообщество, такую группу в социальной сети, мы заинтересованы в том, чтобы о ней узнало как можно больше людей и к нам присоединились. Итак, сейчас мы будем говорить о том, как сообщить сообществу о том, что мы есть, и чтобы это способствовало, как здесь сказано, продвижению нашей группы в социальных сетях наших интересов. Перейдем уже в интернет, в социальную сеть и рассмотрим несколько примеров. Для начала я перешла в группу ВКонтакте, которую я модерирую, и здесь публикую посты. В одном из предыдущих видео я показывала, что когда мы публикуем посты, очень важно, чтобы отображалось название сообщества. То есть, когда мы выбираем «Добавить запись», здесь у нас подпись от имени сообщества. Это один из шагов, который необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить ту самую пресловутую узнаваемость бренда. То есть, уже хотя бы если мелькает один и тот же логотип, человек на это обращает внимание. Но сейчас я все-таки перейду к постам. Например, я нашла в одном из сообществ другом какой-то пост, который мне показался интересным и, в общем-то, близким тому, что мне хотелось бы передать подписчикам того сообщества, которое я модерирую. И мы знаем, что для этого у нас есть кнопка «Поделиться». Мы выбираем «Подписчики сообщества», выбираем нашу группу. И потом я показывала, можно нажать «Поделиться записью». Здесь сразу оговорюсь, что для того, чтобы все было хорошо, желательно, чтобы был еще какой-то текст. Сейчас объясню, что такое «Чтобы было хорошо». Пока я просто нажму «Поделиться записью» и перейду в эту группу, в которой эта запись опубликовалась. Все вроде бы замечательно. Есть логотип нашего сообщества. Есть ссылка на то сообщество, из которого я взяла эту запись. И даже можно лайкать и делиться. Но сейчас посмотрим, к чему это приведет. К примеру, я уже как просто посетитель группы беру и делюсь этой записью, что, собственно, может сделать любой из подписчиков нашей группы, для того, чтобы эта запись попала ко мне в ленту на мою страничку. Сейчас я ее обновлю. И что я вижу? Я вижу, что эта запись опубликовалась, но логотипа сообщества нет. Почему? Потому что по существу пост ничем не изменился. Я его взяла ровно таким, какой он был в источнике. И лишние ссылки, лишний контент просто был обрезан. Это нас не устраивает просто потому, что получается, что мы продвигаем, грубо говоря, чужой бренд, чужую группу. Если мы ставим цель продвигать свою, значит, мы должны что-то другое предпринять. Сейчас я все это дело удалю. Да и, наверное, здесь тоже удалю. Почему? Потому что, в принципе, уже многие догадались, что можно нажать «Редактировать» и добавить что-то свое. Но я эту запись удалю для того, чтобы показать, как это сделать путем репоста. То есть, когда мы вот здесь вот делаем, нажимаем на кнопку «Поделиться». Еще раз на нее нажму. «Подписчики сообщества». И мы здесь вот это поле «Ваш комментарий» не использовали. А сейчас мы сюда, в этот «Ваш комментарий», в это поле, несем свою информацию. Чтобы не тратить время на запись, я уже подготовила текст. Просто его копирую и вставляю. И нажимаю «Поделиться записью». Сейчас посмотрим, как она опубликовалась на нашей страничке, в нашей группе. Почти то же самое, но с нашим комментарием. И это уже хорошо. Почему? Потому что сейчас, если я поделюсь этой записью на своей страничке со своими друзьями, посмотрим, что у нас будет. Уже есть ссылка на ту группу, которую мы хотим продвигать. То есть, собственно, первый шаг к продвижению бренда я сделала. Ну а дальше здесь уже по-разному отображается. Вот, к примеру, вот здесь, да, я вижу, везде есть только «Показать полностью». Иногда разворачивается сразу. То есть все видно. Весь тот контент, который мы хотим еще процитировать, условно говоря. Итак, фиксируем, что важно, когда мы делаем репост, писать еще какие-то свои мысли. В принципе, я об этом говорила, но сейчас еще немножко поясню, что это дает, кроме того, что в процессе репоста у нас дополнительно идет ссылка именно на то сообщество, которое мы хотим продвигать. Это еще хорошо тем, что мы таким образом кратко ориентируем подписчиков нашего сообщества, участников нашей группы, о том, что, собственно, какая информация их ожидает. Но в дальнейшем я еще раз об этом скажу. Но сейчас также вспомним о том, что еще один фактор продвижения бренда – это использование хэштегов. О хэштегах тоже я в этом видео скажу более подробно. Но сейчас мы эти хэштеги добавим. И, например, ну, чтобы было быстрее, я возьму просто и из одного из постов, возьму, скопирую просто. Это можно делать как, собственно, в постах, так и где-то имея список тех хэштегов, которые мы хотим использовать. Ну и когда их слишком много, это не очень хорошо, поэтому лишние хэштеги я удалю до 7. Здесь я оставляю 3, потом немного позже объясню, почему. Сохраняем. То же самое я сейчас на примере ВКонтакте показала. Происходит и в социальной сети Facebook. Сейчас я не буду так детально показывать, как публиковать свои посты в Facebook. Технически это происходит примерно точно так же. Но покажу, что есть записи, которые у нас содержат какую-то дополнительную информацию, хотя бы набор хэштегов, и записи, которые не содержат дополнительной информации. И, соответственно, если мы ими делимся, то они у нас публикуются, опять же, не так, как хотелось бы. Но сейчас я доберусь до такого поста. Вот, к примеру, такой пост. Я нажимаю «Поделиться». Поделиться у себя на страничке. Нажимаю «Публиковать». Сейчас перейду на свою страницу. И вижу, что, в принципе, ссылочка такая есть на, собственно, ту сеть, откуда было взято. Но информация, скажем так, недостаточно детальная для того, чтобы это как-то бросалось в глаза, то есть чтобы это было видно. Но, к сожалению, в Facebook мы видим, что, в общем, как бы примерно так оно и происходит. То есть ссылочки такие, как бы не очень явные, но все-таки они есть. Для того, чтобы обратить внимание на эти посты, все-таки лучше писать, я еще раз повторю, какую-то дополнительную информацию. Какие-то свои мысли, к примеру. Надеюсь, что техническая сторона медали стала более ясна. Ну а сейчас немножко еще, условно говоря, о теории, которую желательно учитывать на практике для того, чтобы все-таки вот сама группа, бренд продвигалась более эффективно. Что влияет на успех продвижения в социальной сети? На самом деле на эту тему маркетологи написали огромное количество статей, проводят огромное количество тренингов, но я сознательно не брала никакие статьи, а просто попыталась перечислить основные моменты, которые стоит учитывать, исходя из собственного опыта и наблюдений за тем, как происходит функционирование социальной сети. Самый важный фактор, влияющий на успех, это так называемая регулярность. Что это означает? Это означает то, что если вы хотите, чтобы о вас знали, вам необходимо о себе напоминать регулярно. Но видите, здесь небольшая приписка, но не навязчивость. Я думаю, что каждый согласится со мной, если мы скажем о том, что вряд ли нам понравится, когда к нам каждые пять минут стучаться в дверь и предлагают тот или иной товар или услугу, или куда-то там записаться и кому-то присоединиться. То же самое происходит в соцсетях. Если у меня в ленте несколько подписок, но какая-то из них серьезно доминирует, и моя лента вся забита постами из какого-то одного сообщества, а круг моих интересов достаточно широк, мне может даже и надоесть. Поэтому здесь очень важно знать меру, как говорится. Следующий фактор – своевременность. Я его назвала именно так. Своевременность в том плане, что в зависимости от того, что мы продвигаем, какой товар, услугу, сообщество, какие-то мысли, идеи, мы должны понимать, что люди в соцсетях вообще-то сидят не с утра до вечера или с вечера до утра, а еще занимаются какими-то другими делами. И очевидно, что в рабочее время даже во многих компаниях запрещено пользоваться соцсетями, это наказуемо. И, соответственно, если мы хотим продвигать какие-то товары для досуга или какие-то развлечения, соответственно, это должно происходить в нерабочее время, то есть где-то утром и вечером, условно говоря. Хотя что-то днем тоже может быть опубликовано, потому что есть ряд людей, сейчас у нас все меняется, которые не сидят в офисах, которые могут себе позволить и днем почитать ленту. Соответственно, какое-то рациональное развеяние по времени публикации тоже имеет смысл. И, например, тоже в одном из предыдущих видео по работе в социальной сети ВКонтакте я показывала, что есть возможность публиковать посты в отложенном режиме. Почему? Потому что мы далеко не всегда тоже, если модерируем группу, можем уделить внимание публикациям круглосуточно. То есть мы можем просто запланировать то время, когда те или иные публикации появятся у нас на странице. Но это в том случае, если это публикации уникальные, а не репосты. С репостами мы не можем отложить во времени. Во всяком случае, мне не удалось. Следующий фактор – это актуальность. Здесь имеется в виду, что информация должна быть актуальной, интересной, ну и опять же ко времени. К примеру, если идут какие-то новости, и они не объединены какой-то идеей, а просто лишь бы развлечь население, и никак не связаны с какой-то тематикой, то это не всегда хорошо. Но опять же, это зависит от тематики группы, сообщества, тех целей, которые мы преследуем. Но вот замечено было, что, допустим, даже очень многие ведущие бренды, они стараются те или иные посты приурочить к каким-то интересным событиям. Ну опять же, к тем же каким-то массовым праздникам или к каким-то событиям, которые относятся к этому бренду. Может быть, какие-то происходят стратегические планирования по каким-то тематикам и прочее. То есть такие интересные вещи, которые могут привлечь внимание читателя, тоже могут способствовать такому хорошему восприятию информации и, соответственно, переходу по вашим ссылкам в вашу группу. Еще не менее важный фактор – это уникальность. Об уникальности говорят все, кто работает профессионально в сети интернет вообще. К сожалению, сейчас с этим моментом очень сложно, потому что контента много, и в соцсетях в особенности это сплошные репосты. В этом вроде бы плохого ничего нет. Но, с другой стороны, если, например, меня интересует какая-то тематика, я, соответственно, подписываюсь на разные сообщества, и когда я вижу, что один и тот же фактический пост, один и тот же контент публикуется в этих сообществах, но чуть ли не одновременно, друг друга мы цитируем, то это тоже не очень приятно, скажем так. А когда есть какой-то уникальный контент, мы таким образом можем заявить о себе, как о чем-то действительно отличающем нас от всего другого, и, соответственно, привлечь новых посетителей. Ну и, наконец, последний из тех факторов, которые я хочу отметить, есть, конечно, и другие – это краткость и понятность. Особенно это важно в соцсетях. Почему? Потому что, как я уже сказала, информации много. Сидеть с утра до ночи в сети интернет, конечно, некоторые так и сидят, но это уже болезненные реакции. А, как правило, мы пролистываем ленту, и наш взгляд фиксирует то, что нам действительно интересно и немногословно, то есть, когда информации немного. Когда информации много, мы привыкли все-таки обращаться к каким-то другим источникам. И вот разумная краткость информации, представленной в нашем посте, она тоже более чем приветствуется. Ну и понятно, что понятность в том числе, хотя не в ущерб какой-то важной информации, которая, возможно, может быть и достаточно сложной. Почему? Потому что, опять же, в соцсетях мы хотим, если поставить себя на место того, кто в сети сидит, хотим, чтобы все было интересно, легко, потому что соцсети изначально – это все-таки сфера ближе к развлечениям, а не к чему-то более серьезному. И нам не хочется сильно напрягаться. Это абсолютно естественно. Поэтому чем проще, чем более кратко, уникально, своевременно и актуально представлены информации в нашем посте, тем больше вероятность того, что на это отреагируют наши посетители и захотят еще больше читать и посещать наше сообщество. Ну и последнее, о чем стоит сказать, потому что это тоже один из факторов успеха, и технический, и информационный – это использование хэштегов. Наконец, поговорим о том, что это такое и как ими правильно пользоваться. Ну и сделаем это тоже на примерах. Начнем с того, что для тех, кто не знает, что такое хэштег, в принципе, можно, конечно, забить в поисковике и узнать, но для ленивых я нашла парочку ссылок. И здесь видно, что написано в Википедии, это везде известно, что хэштег можно писать через Е, через М, и так, и так хорошо, в переводе метка, и это слово взято с английского хэш – решетка, и тег – метка, то есть это метка с решеткой. И означает это ключевое слово сообщения, тип пометки или тега, используемое в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию. Изначально хэштеги появились в такой сети, которая называется Twitter, а потом они стали достаточно популярными практически во всех соцсетях, и даже на сайтах, микроблогах тоже хэштеги используются. И, как здесь сказано, это такие хорошие метки, теги, которые облегчают поиск сообщений по той или иной теме или содержанию. И в том видео, где я показывала, как размещать хэштеги, тоже показывала, что мы можем увидеть, что хэштег выводится как ссылка, вот к примеру, и мы можем кликнуть мышкой по этой ссылке и получить все посты, все публикации, которые по этой ссылке опубликованы. Это очень удобно. Опять же, это может быть связано с брендом, когда нам в случае я кликнула мышкой по хэштегу, который задал нам ссылку фактически на наше сообщество, либо по содержанию, как сказано в определении, когда, в общем-то, мы видим, что вот хэштег «человек» у нас есть в совершенно другом посте. Очень много с этим хэштегом публикаций в сети и это содержание. Но для того, чтобы понять, какие хэштеги использовать, почему такая вот чехарда и как это лучше сделать, обратимся к еще одной статье, которую я очень кратко рассмотрю, а ссылочку на нее размещу под этим видео. На самом деле, еще раз повторю, те, кому не лень, можете почитать. Много разных интересных статей, но вот это вот одна из тех, которая мне показалась достаточно понятной и интересной, несмотря на обилие специальных маркетинговых терминов. Но опять же, я не буду детально рассматривать саму эту публикацию, что такое хэштег, кому интересно. А вот к вопросу о том, как выбирать правильный хэштег, мы немножечко обратимся. Что здесь хорошо выделено, на мой взгляд? Вот сказано три мощных хэштега для использования в соцсетях. И есть так называемые контентные хэштеги. Это значит, что если вы впервые работаете хэштегами, начните с использования ваших брендовых слов, то есть названия компании, продукта или услуги. Таким образом, ваш бренд станет известен потенциальным клиентам, ранее не сталкивавшимся с ним. Ну и соответственно, мы используем, например, хэштег «эра осознанного человека», почему? Потому что наше сообщество так называется, и мы это сообщество продвигаем в социальной сети. То есть это не что иное, как контентный хэштег, который создает вот эту вот узнаваемость бренда. Далее, следующий вид таких удачных или мощных хэштегов это трендовые хэштеги. Это еще один отличный способ рассказать о вашей компании. И хэштеги, которые уже стали популярными среди миллионов пользователей и попали в список трендовых хэштегов. Иными словами, это как раз те хэштеги, которыми пользуются многие в сети. Ну, к примеру, даже вот хэштег «человек», который мы увидели, это достаточно популярный хэштег. И, соответственно, мы можем предположить, что если этим хэштегом пользуются самые разные группы социальной сети, то, соответственно, и наши посты, связанные с этой тематикой, будут в результатах поиска по этому хэштегу. Таким образом, мы как бы приближаемся к популярным тенденциям и становимся тоже там. Ну, в данной статье приведен пример, на мой взгляд, слишком популярного праздника Хэллоуина. Но, тем не менее, это действительно трендовый хэштег. И многие бренды, которые даже не относятся вообще никак, не имеют никакого отношения к этому празднику, они этот хэштег пытаются вставлять в свои сообщения для того, чтобы привлечь внимание аудитории к своим уже каким-то товарам. Ну, к примеру, вот костюм на Хэллоуин предлагает компания вообще по быстрой доставке. Ну, в общем, такая креативная мысль. Ну, и, наконец, последнее – это брендовые хэштеги. Что такое брендовые хэштеги? Смотрим статью. Основная проблема при использовании популярных или общих слов в качестве хэштегов – это то, что ваша публикация теряется среди сотен других постов с тем же хэштегом. То есть, в данном случае трендовые хэштеги – это замечательно, но когда их очень много, то уже мы, в общем-то, потеряемся. А брендовые хэштеги – это уже некая своя черта, своя уникальность, о которой мы только что сказали. И вот эти брендовые хэштеги, если они попадают в трендовые, то это вообще очень хорошо и замечательно. Ну, и, как здесь сказано, эффективный брендовый хэштег – это тот, который ассоциируется только с вашей компанией. Добиться этого непросто, но, тем не менее, при достаточном опыте и креативности все это вполне реально. Ну, и на завершение еще несколько слов о том, как хэштеги можно ставить. Можно, конечно, отдельным таким текстом в конце поста, но это не совсем, скажем так, всегда красиво и понятно, зачем они нужны. А вот когда мы это включаем в контекст, то есть в текст, то наш хэштег получается более содержательным, что ли. И в недавно опубликованном посте я сознательно удалила лишние теги. Почему? Потому что я хочу в контекст включить хэштег. То есть сам тот текст, который здесь представляю. Ну, например, мне хочется выделить слова мечты, вселенная, ну, может быть, даже польза. Ну, единственное, что вот не очень хорошо возможно, что здесь у нас слова не в начальной форме. Ну, в принципе, так многие делают. И иногда даже берут и специально убирают окончание, пишут в начальной форме, либо формулируют свои мысли так, чтобы здесь были слова в начальной форме. Ну, это такие уже детали очень особенные. Когда получается, вот чтобы были слова в начальной форме, к примеру, здесь, да, дышать, думать, наслаждаться, любить, то это, можно сказать, удача. Ну, я ставлю так. И надеюсь, что полученная вами информация поможет вам создавать более эффективные посты и продвигать те мысли, идеи, товары, которые вы хотели бы, чтобы они стали полезными и интересными для вашего сообщества. и привлекали новых участников в вашу группу. Желаю творческих успехов и вдохновения.